здравствуйте друзья мы продолжаем разбор первого послания петра и прошлый раз мы говорили о разнице между тьмой и светом и состоянием мертвости и упованию живому я надеюсь вы помните этот урок нет можете вернуться на наш плейлист и просмотреть его а сегодня мы поговорим о следующих стихах и здесь 1 2 3 стих мы читаем в послании первом послании петра приветствие апостола кифы евреям рассеянным в ближней азии как тогда говорили это сегодняшняя территория турции разумеется данное письмо могли читать и не евреи уверовавшие в еще и назидаться но просто важно понимать кому он обращается на некоторые вещи мы понимаем намного лучше и после 3 стиха апостол петр говорит или в третьем стихе благословен бога отец господа нашего еще миссии по великой своей милости возродивший нас воскресением и шо миссии из мертвых у кого купованию живому то есть мы из мертвых стали живы и мы привлечены 4 стих к наследству нетленному чистому неудо неувядаемому хранящемуся на небесах для вас силой божью через веру соблюдаемых к спасению готовому открыться в последнее время ну попробую перевести данные слова на понятны более язык потому что петр рыбак петр вдруг вследование своим за ешуа проходит внутреннее обучение и становится человеком который пишет такие просто громадные громадные длинные предложения что нам нужно предложение переводить в одном предложении столько мудрости он вкладывает но давайте рассмотрим вы призваны не только купованию живому то есть были мертвы для бога стали живы но еще какому-то наследству нетленному чистому и неувядаемому хранящемуся на небесах и некоторые здесь могут попасть сразу в некоторую западню а именно на небесах а я пойду на небеса и там я получу все свое наследство идея конечно интересная но если мы читаем библейское откровение то должны опознать одну ошибку которая вкралась в общее церковное учение к сожалению многие люди именно так понимают что умерев однажды на земле мы идем на небеса и потом дальше воскресение другое где-то там в альфа центавре и некоторые люди открывают в интернете в фейсбуке разные объявления видели ученые через телескопы видели там новый город это я хочу сказать это ну не знаю как правильно сказать смех спекуляция наверное просто потому что писание говорит что умерев человек его душа его дух идут в какой-то бестелесный мир на определенное время и потом они воскресают наша надежда это воскреснуть подобно как ешо воскрес из мертвых наша надежда что после определенного времени мы будем тоже воскрешены из мертвых чтобы наследовать или воскресение славы или воскресение осуждения но если мы наследуем воскресение славы я сейчас не говорю про воскресение осуждения то мы воскресаем здесь на этой земле которая к тому моменту будет преобразована восстановлена славой силой всемогущего творца и эта земля обретет вид райского сада я не знаю что будет со всеми великими строениями которые на этой земле возможно они преобразуются тоже исчезнут сад станет или что-то другое будет как это произойдет сложно понимать мы читаем в откровении в 21 главе что город с небес сойдет многие хасидские учения сегодня в ортодоксальном иудаизме так тоже понимают что храм спустится с небес откровения от и она задолго до всех этих хасидских учений предрекло что город громадный город иерусалима огромного размера спустится на землю и он будет здесь на этой земле и воскрешенные в славе будут чувствовать здесь свое настоящее призвание но что же делать тогда с этим наследством нетленным чистым не увядающим хранящим на небесах когда мы умрем знаете здесь мы подходим к некой теме которую очень сложно разбирать и сколько людей столько и мнений я добавляю наверное одно из многочисленных мнений но часть моей цели добавить это мнение чтобы каждый человек который стареет который переживает какую-то возможно сложность в жизни мог еще а спокойно к этому идти потому что человек умерев по сути закрывает глаза и когда он воскреснет из мертвых как будто проснется от сна именно поэтому в еврейской традиции что сон это какая-то шестидесятая часть по традиции смерти то есть очень напоминает заснул и проснулся но мы понимаем и писание говорят нам что не все прямо уж так спит какая-то часть внутреннего человека да реально спит и если мы открываем пророков помним как пророки говорили когда там спускается цартирский в подземные или в шеол правильно шеол это потусторонний мир то есть умрет помните преисподня по-русски наверное правильно перевести в описании практически не присутствует такое слово как мы слышим на русском языке ад преисподня часто звучит и помните когда пропал сын а якова иосиф то и яков в расстройстве и говорит и сейчас я сойду в преисподнюю в печали то есть не пойду просто успокоиться на ложе моем а что-то будет гложить меня что-то не в порядке будет со мной то есть там в преисподней часть нас нашего внутреннего тела понятно она разлагается ждет воскресения из мертвых и господь бог обещал восстановит непленным в лучшем состоянии чем мы умерли можете в этом плане быть спокойным уже писание четко нам говорит что если мы надеемся на ешуа только при этой жизни то мы несчастнее всех человека вера в ешуа дает нам гарантированное воскресение в славе но до этого воскресения в славе есть смерть и смерть обычно штука некрасивая и очень часто мы смущены и боимся но очень важно понимать что тело будет восстановлена какая-то часть души или нашего внутреннего человека будет спать по писанию другая часть будет вознесена к богу на суд еще какая-то часть пройдет через какие-то процессы и преисподне на иврите называется шеол и по-разному люди толкуют это слово некоторые толкуют что от слова шейла или вопрос или задаваться будут вопросы этим людям как вы жили или они будут отвечать на 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 эти вопросы или они будут спрашивать вопросы или просто это место непонятно и вопросительно некоторые говорят как так вопросительно мы читаем про лона авраама про про место страданий из рассказа который ешуа рассказал в одном из евангелий о богаче и лазаре понимаете то тема непроста тоже по всей видимости тот рассказ это только рассказ это парабола это притча и целью было не показать потусторонние устройства загробного мира что одни на лоне авраама а другие вместе мучения ли как 2 2 многоэтажки высокой небоскреб шикарный лона авраама где там полный комфорт утешение и мягкая успокаивающая музыка а другой небоскребка он весь покраснел от жара преисподней прочее прочее и без этому чуть нет там в этой притче в этом рассказе который еще сказал если совершенно другая другая цель и другой смысл основной смысл того рассказа показать вы помните как авраам отвечает богачу который просит чтобы он отправил лазаря подсказать его братьям чтобы жили правильно чтобы не попали в это место мучений и и еще говорит такие слова если они не верят моисею и пророком то не поверят воскресшему из мертвых и от обратного мы берем другое если верят моисею и пророком то и воскресшему из мертвых поверят здесь цель этой параболы было сказать что народ израиля покрывала в то время пелена неверия и те из них кто до доверяют пророком и моисею уверуют воскресшего будущего из мертвых то есть в по сути вешуа и это место не говорит об устройстве потустороннего мира но писание во многих других местах очень четко обещают нам что если мы веруем в него туда же после смерти мы наследуем часть нетленных чистых сокровищ которые господь бог для нас до хранит чтобы в один день когда мы воскреснем из мертвых мы могли получить в их полноту и с этой полнотой могли войти в тот прекрасный город который будет в один день восстановлен на земле ну я понимаю что тема это не просто эта тема немножко объемно но по крайней мере накидал вам каких-то мыслей чтобы вы могли думать и если есть вопросы вы можете писать в нашей страничке под видео и мы можем развить дискуссию ответа как она все работает ни у кого нету у меня тем более но я думаю важно понимать что слово хочет ободрить нас и мы можем идти вперед прямо с верой вешуа в мессии зная что не только мы живы к упованию и живому упованию к реальной связи с творцом но наследство которое бог для каждого из своих детей хранит на небесах будет передаваться нам последовательно в правильное время и мы сможем насладиться его полнотою будьте благословенны до следующих встреч уазис медиа община шавей цион хайфа а